В эфире День ТВ. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас эфир с профессором Сергеем Вячеславовичем Савельевым. В данном случае мы будем обсуждать его теорию смены общественных формаций. С помощью этой теории будем изучать и анализировать события, которые были в нашем прошлом. И Сергей Вячеславович сказал, что при помощи этой теории можно заглянуть и в будущее. Поговорим на эту тему. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Я не очень рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, постулаты в этой теории основные элементы? Постулаты заключаются в том, что я, как древние греки, исхожу из обратного. Ну, знаете, у них же там основная задача была опровергнуть все теории, оставить нетронутой свою. Ну, здесь я немножко по-другому, но смысл такой, что вот эти все исторические теории, смены общественно-экономических формаций, существование классов и прочее. Ну, то, что нам преподавали, я, в отличие от больших любителей светлого прошлого, значит, этому учился. С нас драли три шкулы, заставляли учить чуть не наизусть. Там материалы 24-го, там съезда партий и прочего. Поэтому я на своей шкуре испытал, что это такое марксистско-ленинская философия. Она прекрасно объясняет все, конечно, но только задним числом. Но это как старая присказка. Если бы я был таким же умным, как моя жена потом, вот марксистско-ленинская теория – это моя жена потом. Задним числом они все мастера. Да и вообще историческая наука таких историков, как вы, мало. Я об этом говорил. Которые копаются в этих материалах, извлекают на Божий свет истину. А вот перепевать чужие сказки много. И, значит, если попытаться применить тот опыт, которым меня учили, в том числе и носители марксистского знания, то он, в общем, годится только на то, что бы использовать теорию марксизма-ленинизма в определенном месте. Благо бумажка всегда была из-за массовых тиражей мягенькая. С туалетной бумагой были проблемы. Вы можете мне не показывать. Да, да, да. Я понимаю, о чем вы говорили. Значит, вот примерно такая ценность этой марксистско-ленинской теории. А на самом-то деле, если всерьез говорить, то ненамного лучше на Западе. То есть не надо в укор сказать, что вот у нас здесь какие-то вот такие все кривые, а на Западе они такие прямые. Там и теоретическая, особенно историческая мысль, когда дело касается периодизации неких событий, она ограничивается максимум всеобщей философией Спенсера. Ну, это так уж, если по-серьезному брать. Вот и то такая довольно однобокая и кривоватая. То есть на самом деле любая теория, неважно, она историческая, она научная, физическая, она проверяется двумя способами. Предсказанием результата и методом известной добавки. Если у тебя теория правильная, ты вводишь в начальные условия изменения, и в соответствии с твоей теорией ты предсказываешь изменение результата. Ну, вот тогда верно. Такой проверки не проходят очень многие научные теории. Ну, последние провалы глобальные. Это метахондриальная ДНК, которая провалилась. Оказалось, что она так изменчива внутри одной клетки, что ее строить, использовать для эволюционных теорий нельзя. Ну, и, соответственно, вся эта история с прото-Евой, которая 100 тысяч лет назад дала всех людей, является полной чушью. Ну, и много таких всяких молекулярно-генетических построений, кладизм в молекулярной биологии, который противоречит классическим кладизмам. То есть много-много всяких моделей, которые являются на самом деле в лучшем случае абстракциям, в худшем случае просто злонамеренным вымыслом. В чем дело о том, о чем говорю я? Я говорю об очень простых вещах, которые всем понятны и доступны, без особой специализации. О чем же? А эволюции мозга. То есть я исхожу из того, что эволюция мозга не закончилась, как считают некоторые антрополухи, а продолжается еще интенсивнее, чем раньше. Ну, примеров тому много. И многократно спертые у меня расчеты того, что мозг в Европе падает по объему, и уже пересказанный от своего лица многими так называемыми антропологами и психологами, они на самом деле делают хорошее дело. Людей немножко так проясняется в голове. То есть мозг наш меняется постоянно. И с момента появления настоящих сапиенсов, которые появились примерно одновременно с неандертальцами, он в Европе уменьшился на 200-250 грамм. То есть я рассматриваю всю историю человечества не как борьбу за колбасу, а как борьбу за способы добывания колбасы. То есть не в том смысле, кто работает, кто лучше живет, как мы знаем, посмотрев вокруг себя, понимаешь, что это глубоко не так. Хорошо живет как раз тот, кто не работает. А немножко о другом. Для того, чтобы хорошо жить, нужно использовать мозг. И для всех социальных отношений нужен тоже мозг. Почему? Потому что люди, не соответствующие социальной структуре общества, их обычно сажают в такие специальные заведения, в клеточку, где небо. Ну, особо агрессивные, имеющие очень большую наследственность от обезьян. Наоборот, люди слишком способные, слишком умные, любое общество их использует, но и быстро тоже стараются декапитировать. Почему? Потому что от умных тоже очень много проблем всегда. Они придумывают всякие ужасы, начиная там от колеса и атомной бомбы, и кончая, например, теорией эволюции человечества. Это очень опасно. Потому что нет-нет, и появится какой-нибудь странный дяденька, лысоватый, небольшого росточка, с легкой картавинкой, который возьмет и начнет это воплощать. Даже за чужие деньги. Все равно, кажется, эффективно. Так вот, переходя к сути дела, я могу сказать, что, с моей точки зрения, никакой борьбы общественно-экономических формаций, никаких борьбы классов, с моей точки зрения, не существует. Ну, потому что слишком легко перейти из класса в класс. Достаточно украсть побольше денег. Пожалуйста, и вот вам управляющие немецких крупных латифундий, таких владений. За старания через сто лет стали баронами. Кто это? Ротшильды. Которые теперь, оказывается, бароны, на самом деле, наемные управляющие, чтобы экономить чужие деньги. Ну, вот они наэкономили себе кое-что. Ну, вот. То есть, переходы слишком легки. Ты спас любимого государя там от зловредного лося, который потом стал моментально рыцарем, да еще наследственным. И, значит, дальше этот клоун выступает и говорит, я рыцарь. Через пять поколений уже там никто уже не помнит, кто он. Сейчас таких очень много, кстати говоря. А-ля рыцарей. Заходишь в дом какому-нибудь богатому человеку, если тебе его встречает портрет в полный рост, то все в порядке. Ну, примерно то же самое. Такой же анекдот. То есть, это та же самая система, только купленная за деньги. Ну, там, не личной преданностью, а просто кому надо, надо заплатить. Да я могу один пример дать в поддержку сказанного. Читал я работу о воссоединении России с Украиной, автор Ульянов. Он там описывает, что когда появились новые подданные в Российской империи, казачество в огромном количестве вдруг понесло московским чиновникам свои генеалогические древа пышные. И все хотели стать дворянами. Вдруг неожиданно нашлось все, что нужно, все документы. А до этого не было. Ну, вот это классик. То есть, о чем я хочу сказать? О том, что вот эта вот высосанная из пальца идея о том, что существует стратификация стабильная, сколько-нибудь влияющая на историю, там, высший класс, там, благородные сэры. Это какие благородные сэры, которые профурыкали в 17-м году свою страну? Это эти, что ли? Не смешите меня. Да, я и говорил такого. Нет, это так многие считают. Это смешная смешная. То есть, это значит, ни мозгов, ни власти, ничего, ни образования. Меньше года временное правительство обанкротилось полностью. Ну, вот это лишний раз показывает, какие они были молодцы. И реализовали то, что так долго отстаивали до своей революции. Все увидели, на что они способны. Так вот, это все очень условные вещи. Я привожу в свои книжки «Церебральный сортинг». Не это, это вышло издание только что. Вторая версия, значит, морфология и сознание доработаны. Это о том, как детей воспитывают, чтобы у них с мозгами было все хорошо. Так вот, я возвращаюсь к модели, к теории или гипотезе, как угодно. Значит, в чем дело? Дело в том, что, поскольку дрейф существует вертикальный, плюс, как известно, люди маломальски состоятельные, еще этот дрейф генов устраивали, потому что оплодотворили все, что движется, особенно посимпатичнее, с самого низа до самого верха. Тут уж удержу не было. Извините меня, там, двоеженство в Европе, там, 15 века, 16-го, это была норма. Норма, я уж про остальное не говорю. Так что здесь и генетический дрейф широкий, перемешивание этих слоев, плюс социальные лифты, так называемые, и прочее, прочее. То есть об этом говорить нечего. Значит, и история как раз показывает, что там все знаменитые семейства вымирают через 100-150 лет, заменяются другими. Это хорошо доказано церковными книгами в Германии. В чем же дело? Что у нас есть стабильного? А есть стабильное только одно. В обществе нравится нам это, не нравится. Хотим мы этого или не хотим. Но всегда в любом обществе используют людей для конкретных дел. То есть людей используют. Нужно, чтобы человек мог что-то делать. Понимаете? Потому что ты даешь человеку какое-то задание, он должен его сделать. Он не может. Значит, ты его выкидываешь, берешь другого. И у меня в книжке «Церебральный сортинг» я привожу примеры. Когда никогда не отбирали, а впервые начали по каким-то свойствам. Вот, а привожу тысячу раз, переводил уже. Арифметические школы Петра Первого. Набирают дворянских, боярских детей. Лучшие из лучших. И чего там, получается, набирают 100 человек, из них два в состоянии освоить арифметику. А остальные, ну, они, конечно, богатые, они, конечно, счастливые, они ухоженные и сытые. Но они ничего, кроме как есть пить и размножаться, не могут. Их отличие от круглых червей, паразитически сижущих в кишечнике животных, нулевое. То есть из них оказалось меньше 2-3% людей, способных решать те задачи, которые перед ними ставило государство в лице Петра Первого. И только Екатерина решила эти проблемы, допустив до образования в этих школах всех. И давая потом дворянство личное. За что? За то, что человек способен решать простейшие задачи. Вот этот подход всегда и был в истории. И те, кто был поумнее, из руководителей стран, из людей, которые решали проблемы, государственные, они пытались всегда найти именно таких людей. И их отбирали. Что произошло с теми, кого отобрал Петр Первый-то? Что произошло с этими учениками навигаторских, арифметических школ еще? Что с ними произошло? Они оказались на вершине общества, университеты потом, которые были открыты, которые тоже давали личное дворянство. Сначала поступать, можно было только говорить, а потом и дело пошире стало. Что произошло? Людей начинают отбирать, когда у государства возникает необходимость, они начинают отбирать людей по способностям, чтобы решать свои государственные задачи. Отобрали людей. Хорошо. Но кроме государственных, есть же проблема бизнеса. Как только началась научно-техническая революция, стали отбирать под бизнес. Причем это интуитивно и особенно интересно было понятно с незапамятных времен. Уровень незапамятности просто фантастический. Знаете, кто первый решил устроить церебральный сортинг? Такой серьезный и глобальный. Спартик? Нет. Там у них было немножко все по-другому. Во-первых, это микроскопические события. Знаете, когда вот там собрались, там в районе, например, Кунцево, мужики, и давай устраивать государство. Вот Спарта – это примерно то же самое. Но там можно эти события, в принципе, так интерпретировать. Ну да. Ну да. Там настолько все это микроскопическое, что мало их просто все друг друга знали, можно было организовать. В том городе, как в Москве, никакой Спарта организовать невозможно. Нет. Речь идет о Карле Великом. К 1790 году Карл, как известно, великий создал, что? Священную Римскую империю. То есть она уже сформировалась. И чего он решил сделать? А народы-то оказались священные. Она, конечно, священная, но там всякой твари по паре было. Это гигантская территория. Разноязыкая – это раз. С разными вероисповеданиями – это два. С разными этническими традициями – это три. Там все, там все варианты, чего хотите. И, значит, сам Карл Великий, скажем так, не блистал образованностью, мягко говоря. Значит, все историкам известно, что это был за фрукт. Тем не менее, значит, первое его решение, как только сложилась гигантская империя, что он решил устроить – серебральный сортинг. Так это не называлось. Но, по сути дела, это именно к этому и вело. Значит, что он решил? Он решил ввести очень интересную вещь. Ее потом вводили коммунисты. Всеобщее образование. Это не шутки. Это очень серьезная первая педагогическая попытка устроить церебральный сортинг по мозгу и объединить людей гигантской империи, разноязыких, все на принципе всеобщего образования. Так нет, он не то, что он лежа на диване, он сказал, давайте его устроим. Нет. Сделал. Он человек практически был. И на самом деле Европа должна ему 10 памятников поставить. Почему там больше, чем 10? Нет, но я думал, что в каждой стране. Потому что он устроил-то. Он нашел, я уж не помню, в каком-то французском городе, в монастыре ученого-монаха. Ученый-монах – это было то же самое, что как сейчас на улице встретить Нобелевского лауреата. Потому что монахи были еще те в те времена. Ну, 790-й год. Он нашел ученого-монаха, который умел читать, писать и соображал что-то в этом деле. И получил ему разработать модель всеобщего образования. И с 1794 года, если меня память не изменяет, он начал рассылать указы по всем церквям, монастырям и прочим богоугодным заведениям, которые были подчинены ему, по сути, рассылать специальные приказы, в соответствии с которыми при всех крупных церквях, монастырях и так далее, любых организациях, братствах любых, католических, понятно, в то время, должны были организовать школы. То есть должны, неважно там, что происходит, но школу должно быть, и образование должно быть всеобщим. Ну, понятно, что там в конце концов и монах, и великий Карл умер, и это дело все повисло. Но это была первая попытка. То есть он сообразил, что надо сделать так, чтобы появились люди, несколько с другими головами, у которых будет всеобщее образование, и им-то в голову мы вложим. То есть это первая попытка интегрировать гигантские народы разные. Вторая попытка, ну, это известно. Лютер, реформаторская эпоха. Что Лютер захотел сделать? Первое, что он сказал, ребята, давайте людям свернем мозги. Не надо там всех уговаривать, увещевать, пропагандировать. Все это ерунда. Ничем ты не убедишь людей. А давайте мы вырастим. Время текло. Медленно он говорит, давайте всеобщее образование еще раз. Прошло там 600 с лишним лет. Давайте всеобщее образование устроим. Реформаторство. И всех людей, значит, во время этого обучения, образования мы превратим в других людей. То есть извинем их мозги так, что они станут воспринимать наши идеи. Мы их вложим в детстве. То, о чем я пишу в этой книжке. Надо накапливать социальные инстинкты в большом количестве и производить запечатление, чтобы дети непроизвольно запоминали все, что происходит. Тогда это ложится на древнюю жесткую лимбическую систему, которую потом ничего с ней не сделаешь. Объяснить, убедить, обмануть можно потом. Но если заложено на базе инстинктивно-гормональной лимбической системы определенное восприятие мира, ничего не сделаешь. Только декапитация. То есть уменьшение человека на длину головы. Другого нет. И тут же тот же самый Лютер не смог это сделать. Он только призывал, знаете, как все революционеры и реформаторы. А его противники именно этим и воспользовались. Иезуиты. Что они сделали-то? На дворе 1540 год. Никто в мозг не смотрит. Еще даже не начал свои работы Рене Декарт, который, кстати говоря, тоже кончил иезуитскую школу. Иезуиты с 1540 года начинают что? Ломать весь мир об колено. Они вводят школы какие? То есть как они устраивали запечатления, как они устраивали запоминание социальных инстинктов, будучи ортодоксальными катакатоликами. Они боролись с чем? С протестантизмом. И они взяли идею Лютера и ее воплотили, по сути дела. Как? Они открывали школу. Во-первых, они тут же открывали огромное количество школ, где обучали не только теологии, но и там была математика и филология в качестве старта. И тогда они резко увеличили набор в эти школы и стали готовить не учеников, а учителей. Проповедников. Проповедников. Причем каких проповедников? Вот он когда заканчивал обучение, например, чтобы научить его скручивать мозги подрастающему поколению в нужном направлении, он сначала слушал, то есть работал с опытными уже мозгокрутами. И потом ему давали одного-двух учеников, он им скручивал мозги, персонально проверяли, причем коллегия каждый раз за ним смотрела. Контроль и учет, основной закон социализма. И только потом его допускали. Эффективно это было. Невероятно. Через сто лет они пролезли во все университеты и стали создавать свои новые высшие школы. Это так сломало людям голову, что, по сути дела, католицизм сохранился благодаря развитию школьного образования иезуитов, который расплодился по всей Европе. Но есть и внешние такие блестящие эффекты. Единственная страна в Южной Америке, которую ни огнем, ни мечом захватили европейцы, это какая? Это Парагвай. Кто там занимался этим всем? Иезуиты. Причем же они же, ну, они настоящие иезуиты, потому что как достигали иезуитского своего такого эстетства подкожного. Они же ведь поселяли будущих учителей подвое. Ну, не с целью, значит, этого ЛГБТ-сообщества развития, а с той целью, чтобы они конкурировали между собой, поскольку были мальчики. И они грызлись между собой до смертного уровня. А мне это напоминает то, что в «Звездных войнах» показано у ситхов. Учитель и ученик, их только двое, один всегда держит власть, а другой стремится. Да, да, да. По-моему, это не случайное совпадение в такой массовой культуре. Я думаю, да. То есть они противостоят... Взят оттуда. Взят оттуда, потому что очень эффективно. Я говорю, за 100 лет они перевернули Европу и сохранили католицизм. Про Парагвай, кстати, можно сказать, и, кстати, заодно прошу вас, заслуга или, можно сказать, иезуитов является то, что это была невероятно промышленно развитая страна, Парагвай. И она потом довольно долго могла вести войну, опираясь на свои промышленные прорывы, со всеми великими державами Южной Америки. Это иезуитские достижения, да? Это иезуитские, это называется всеобщее образование с определенным, вот в данном случае, иезуитским, такой политической окраской. Я говорю, иезуитам по-примски должен молиться каждый день на них. Почему? Потому что не было бы никакого католицизма. Потому что протестантизм, где надо много-много-много-много работать, чтобы потом чуть-чуть хорошо жить, это одна логика. А католицизм, где совсем другая логика, где люди совершенно по другим законам живут, нежели протестанты, это только благодаря им, только как раз... Что они сделали? Они устроили церебральный сортинг. Ну, первое, они отбирали людей, которые способны учиться. Еще раз скажу, не все способны учиться. Ну, как не все способны писать? Ну, просто поле маленькое, которое отвечает за контроль. Можно, конечно, научить там написать четыре строчки через силы великие, но это аграфия, но это не заболевание в том смысле, что плоды психологической распущенности, а в том, что человек так мозг устроен. Зато он там запоминает на слух хорошо. Здесь очень много тонкостей, которые одно время считали болезнью, а это на самом деле является на самом деле, по гамбургскому счету, особенностями конструкции мозга. Они отбирали, они очень жестко, тщательно их образовывали. И потом использовали это образование. Их, собственно, католицизм-то в этом образовании составлял 15%, но ключевых с раннего возраста. И потом. Ну, и это все было хорошо. То есть, поскольку это позволило, собственно говоря, создать даже образцово-показательную страну образованных людей с развитой промышленностью и очень объединенную, потому что там руководили люди, которые пользовались разумным, церебральным сортингом. То есть, вот наглядные исторические примеры, как это было. К 19 веку стало понятно, что что-то мы упускаем. Что же? Поздновато берем, как у Гоголя, говорит, там, когда тащили рыбу, говорит, за зябры его, за зябры. Вот поздновато мы берем молодежь за зябры. Значит, это стало понятно на примере тех же иезуитов. Все-таки там соскоки были у них с этой системы образования. И тогда несколько крупных педагогов, ну, таких, скажем, теоретиков, взялись за дошкольное образование. Самая идея о том, что детский сад, это что такое? Там сидят дети, вы их поливаете из лейки, такой сад колосится. Самое название идиотское – детский сад. Это что? Вы их как запихиваете головой и ногами в землю? Это что, бред? Нет, просто была такая теория, очень развитая, в том числе Гегелевские, там, концы в этой, во всей теории, о том, что, мол, где Шпенгауэр потом сильно приложился к этому делу, хотя за его здоровье психическое я не отвечаю, о том, что надо реализовывать внутренние силы. Ну, тогда еще не знали про детей Маугли, ну, это все было... Всем казалось, что если вот человека не трогать руками, а только кормить, поить, он сам прозовьется во что-то приличное, кроме уголовника. Теперь ясно, что нет. Ну, вот тогда было... И тогда, значит, отсюда название – детский сад. Они как бы растут как... Ну, аналогия с зерном. Да, зерно содержит в себе всю программу превращения в дерево. Наверное, это. Ну, если бы мы были семенами, то да. Но, к сожалению, это хорошо бы пошло где-нибудь в 50-х годах, когда генетика была царитской наукой. Это потом выяснилось, что есть эпигенез, когда уже умерло два поколения этих фокусников. Но сейчас, конечно, это все понимают, что это глубоко не так. И поэтому из семечка человек не вырастет, его надо воспитывать. И вне социальной структуры общества у него не будет ни социальных инстинктов, ни из-за впечатлений, и он будет вообще вне общества, не пригоден. Ну, то есть, иначе говоря, этот момент опустили к началу 20-го века до уровень где-то вот полутора-двухлетних детей, из которых надо их брать и с этого момента начинать воспитание. И это тут же воплотили. И тут мы приходим к созданию в нашей стране первого в мире социалистического государства. То есть, что сделали коммунисты? Они устроили тот же самый церебральный сортинг. Но как они устроили? Не очень просто. Страна-то традиционная. Там религия играет большую роль. Там мир так называемый. Ну, это вот объединения крестьянские. Много комплексов таких. Что-то надо с этим делать. И тогда, собственно говоря, коммунистическая идеология почему так быстро дала хороший результат? Уже не все, конечно, но многие по убеждению бросались под танки во время Второй мировой войны. Хотя время прошло-то очень немного. Значит, как добиться такого замечательного результата? И они тогда воспользовались как раз педагогическим опытом, предложенным недавно еще. Этих детских садов, ясель, школ с специфическим образом. Что начинают делать? Начинают отбирать людей. Этих детей выбирают их из семьи. Ну, значит, в подложке идет женщина равна мужчине. Это прекрасный термин. Ну, и давайте их в столевары всех запишем. Пусть стольют. Которых покрепче. Которые не очень крепкие. Ну, там, значит, давайте еще как-нибудь в токарном станку. Это гениальная идея. Сразу, значит, уравняли мужчин и женщин. Женщин погнали в производство в разных формах. А детей, вот здесь самое сладкое. В ясли, да. В ясли детский сад. А там уже все готово, как у иезуитов. Там идет промывание мозгов. Такое, что людей просто дают запечатлевать только то, что нужно. Ну, я могу добавить кое-что от себя, потому что я помню историю, которая случилась со мной в детстве. Ходил детский сад. Нам провели урок, как потом выяснилось, это называлось урок политинформации. То есть нас собрали детей вокруг и рассказывали о Ленине. И задавали вопрос, кто такой Ленин. Один маленький ребенок, малыш, мой, так сказать, коллега, сказал, дедушка, на него накинулись со словами, какой он тебе, дедушка? Он вождь. Запомнил ты это? А он уже и не рад, что он сказал. Говорит, да, он вождь. Так, повтори. То есть понял теперь? Он говорит, да, он вождь. Он это сказал, это все. Да, книга Ленины дети, я думаю, была настольной для многих детей моего поколения. И уж тем более старше. Ну вот вы представьте, что я немного старше, поэтому я могу вам рассказать, как это было устроено. Дело в том, что у меня мама проработала в детском саду больше 30 лет и знает эту всю историю очень подробно. И даже она там какие-то работы писала в педагогике, но это дело давно в прошлом. Ее уж давно нет. Значит, речь о чем идет? О том, что тогда, вот, например, детский сад, малышовые, средние, старшие подготовительные группы, четыре года, но там в педагогической системе, тогдашней коммунистической, были книжки про Ленина, начиная с малышовой группы. Да, да, но я же про то и говорю. Каждый, причем, обращаю ваше внимание, они рассчитаны были так, чтобы ребенок трехлеток мог усвоить четырех, пяти, шесть лет. Да, 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 согласен. Сам читал, мне читали, точнее, да. То есть и им читали просто вот как слово божье. Да, конечно, общество чистых тарелок, это уже постарше. Ну, естественно. Потом, а мы же видим Ленина на фотографии, ну, как сказать, когда значок октябрятский, Ленин маленький. То есть, чтобы ассоциация, видимо, была, да, маленького ребенка. Соответственно, потом мы постарше становились, мы видели Ленина гимназиста, естественно, видели Ленина в расцвете, так сказать, политической карьеры, портреты. Да, это все, я все это действительно испытал, да. Да, то есть, а потом в школе тоже самое, очень серьезно. Конечно. Меня просто первый раз, так сказать, с позором выгнали из школы, как раз за ленинскую тему. Вы что сказали? Да я ничего не сказал. Значит, учительница, там у нас была история, там, история СССР называлась такая книжка. И надо было, значит, что-то там сделать, реферат про Владимира Ильича Ленина, о его революционной работе за границей. Ну, я честный человек, я взял капитальный, я знал, как подходить к этому делу уже. Я спокойно выписал аккуратно, где Ленин, значит, как он там за границей боролся за наше светлое будущее. И, значит, выписал все. Но я составил такой список, где, значит, пребывал Ленин, где они проводили свои эти заседания. Все, и подробно, да, съезды. Я, значит, соответственно, вышел и зачитал, что Владимир Ильич Ленин провел в Швейцарии 10 лет. В кабаках. В кафе. Но и где там все происходило, я подробно перечислил. Еще меня, естественно, с позором осудили там всячески. А что я плохого сказал? Ну, это же чистая правда, это же написано в истории ВКПБ. Так это даже в полном собрании сочинения Ленина все же есть. Ленин же этого не скрывал. Да, конечно. Ну, и там много всяких других, конечно, тонкостей было. О том, что без свежего ягненка он не любил садиться за стол в ссылке. Это тоже всякие... Ну, в общем, короче говоря, такие тонкости, которые не надо бы знать простому пионеру. То есть не следует на этом обострять внимание. То есть, ну, это к слову. На самом деле что происходит? А происходит очень простая вещь. Если вы задаете с целью, то вы берете с детского сада или сестри детей и делаете результат. Вот, говорят, а как же потрясение? Тут же ко мне задают такие вопросы. А как же потрясение? Ну, вот откуда, с чего это вдруг люди взяли с Дриколией? Мы пошли, значит, свергать власть. Кстати, у меня сейчас ситуация похожая. И Дриколия уже недалеко не из-за того, что я такой пророк, а просто посмотрите, что было в недавнем прошлом. Что такое революция, включая Великую Октябрьскую социалистическую или, как сейчас называют, Октябрьский переворот. Да? Что это такое? Откуда взялись люди, которые это все поддержали? То есть самое же главное не то, что кто сверг царя, это правительство, это шайки мелких уголовников. Это неинтересно, недоучки какие-то. Нет, вопрос поддержки. Почему крестьяне отказались, набранные войска отказались причащаться перед боями? Что ж, 80 процентов. Это для православной страны катастрофа вообще-то. Это, значит, до чего довели этих людей? Незаметно. Ваша версия какая? Моя версия очень простая. Здесь дело в том, что посмотрим на XIX век. Для того, чтобы собрать, провести церебральный сортинг людей по способностям, нужно 2-3 поколения. То есть надо 2-3 поколения интенсивно отбирать. То есть отобрал сначала способных, вот они сделали теперь. Ну, это было в XIX веке, конечно. Я многократно обращаюсь и призываю людей, умеющих еще читать, потому что, к сожалению, аудиокнижек таких по-моему нет. Почитайте Гарина Михайловского. Детство Темы. Студенты-инженеры. Посмотрите, как складывалась инженерная культура России в XIX веке. Из первых рук, не от меня. Все поймете. Кто может понять, конечно. То есть получается такая штука, что когда возникла научно-технический прогресс на уровне сложной инженерии, то есть железные дороги, паровозы. У нас там, например, несколько фирм крупнейших паровозы производили. Кто-нибудь знает о том, что Россия – это единственная страна, которая справилась с Англией по паровозостроению, по разработкам новых паровозов, по объему, по выпуску. Катались везде английские. Но в России всего за 20 лет вышла и заткнула этих англичан куда надо. Потому что наши паровозы оказались экономичнее, эффективнее, мощнее. Я больше скажу, зафиксирован факт, он неизвестен, потому что я изучал как раз экономику царской России уже в начале 20 века на мировой рынок, на европейский выходили наши паровозы. Да, очень широко. Промышленники. И это, конечно, очень не нравилось конкурентам. Так у нас было пять заводов. Да. Пять заводов крупных причем. Так вот, как это все получилось? Почему эти инженеры, почему новые разработки получились? Потому что, как только началось железнодорожное строительство, паровые, пароходы, военные корабли, паровозы, то есть вот это все. Инженерия промышленном производстве. Трансиб говорит сам за себя. Да. Инженеры получали колоссальные преимущества. Галина Михайловского, почитайте, сколько они там получали. Это астрономия по тем временам. Да, да. Огромные деньги. Ну и чего получалось? Кто хорошо жил и кто имел возможность размножаться, иметь много детей, дать им хорошее образование? Те, кому платили. То есть произошел отбор. То есть есть не дураков на проектировку железных дорог ставят, а те, кто соображал. Значит, первый церебральный сортинг уровень. Дали очень много денег, чтобы решить проблему. Они решали. Следующее поколение, их дети уже соответственно получили соответствующее образование. Большая часть из них уже из суперотобранных оказалась опять отобранными по новой. Потому что дураков, естественно, никуда не пускали. Таких, как Шухов, пожалуйста, всюду. Ну, это ясно. И к третьему поколению что у нас происходит к Октябрьскому перевороту? Три-три с половиной поколения инженеров, те самые, которые вот эти учились, те самые, которые оставляли костяк, те, кто принял это все. А как только у вас достигает количество людей, которые социально активных, то есть и образованных, достигает 15%, не от общей массы населения, а 15% от социально активной. Это на самом деле не очень много, это 5-6% максимум. Меньше. Даже меньше. Но это я беру уже по максимуму. То, что происходит? Они, их дети, там, менее удачливые инженеры, они из этой среды попадают куда? Они же умные уже. В крайнем случае, они уже наслушанные. Они попадают во власть. И тогда происходит та самая смена власти. Она может идти революционным пути, может, эволюционным. Это неважно. Просто там другие люди, которые заметают веником всю эту публику. Она никчемная со всеми своими традициями, верованиями, этими благородными начинаниями, всякой прочей чушью. То есть это пришли практики, практические люди с практическими навыками. То есть это победа, скажем так, над героем Филиппова, помните, который профессору Преображенскому приходил стимулироваться. Вот профессора Преображенский победили героев Филиппова. Дорогой профессор, 25 лет, ничего подобного. То есть вот эти потребители жизни, ничтожества вот эти в трусах с неприличными картинками, они просто проиграли таким, как Преображенский. Потому что они деятельные, они созидают, а это потребляют. И каждый раз от смены так называемых общественно-экономических формаций, это результат того, что по тем или иным экономическим, политическим, техническим причинам понадобились умные, их стали отбирать. И через два поколения эти умные заменили тех, кто их отобрал. Ровно такая же история происходит в нашей стране. Да и не только в настоящей стране. Что мы сделали 30 лет назад, 35 лет назад? У нас, в общем-то, никому не нужны инженеры, которые расплодились, как тараканы на грязной кухне в 60-е годы, когда рейтинг таких там секретных физиков, строителей самолетов и прочего, в общем, все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц. Интересно, каким способом. Вот эти самые инженеры, бум инженерный, потом все это упало, дальше там биология, царица наук, потом еще сложнее. Но смысл-то очень простой. Вот первое поколение инженеров, потом провал большой, Тержбауманский институт, никого не было, недоборы вечные, это было на моей памяти. Но прошло два цикла, и сейчас, после развития вот этой всей компьютерной техники, телефонов, сотовых компьютеров, систем связи, систем анализа и прочее, эти люди оказались востребованы. То есть первый пик их репродуктивного успеха был 60-е годы, второй пик успеха – начало 80-х, когда вдруг дошло. И мы выходим на начало перестройки. И мы, конечно, уже два с половиной поколения, сейчас чуть-чуть все поинтенсивнее идет, я еще раз говорю, с моей точки зрения, эволюция мозга ускоряется из-за того, что у нас технических средств много проще это все. Значит, мы выходим на революционную ситуацию, нехорошую, по-нехорошему, а сейчас мы подходим к их еще одной, потому что выросло полтора поколения уже после того метаморфоза, которые уже совершенно иначе себе воспринимают этот мир. Вот они вон там, пожалуйста, они… Че им надо? Вьетнамки труселя и кредитную карточку. Больше ничего не нужно. Харендные машины, арендное жилье, арендные отношения. Это другой мир, и, естественно, если они обладают необходимыми интеллектуальными знаниями, они тратят папины деньги, то именно это поколение будет проблемой в ближайшие 10-12 лет, причем проблемой очень большой. Эти люди придут к власти, как они будут ее менять, я не знаю, это может быть и по-хорошему, может и по-плохому. И сделать с этим ничего нельзя. И это не арифмометры, так называемые, которые готовы все считать, за всеми следить. Нет, это будет совершенно другая система. И эти люди уже отобраны на самом деле. Может быть, еще одно поколение. Но это максимум. Даже тем, кому сейчас 10-12 лет, через 10-12 лет они будут именно теми застрельщиками, как при любой смене, ну, по-старому, общественно-экономических формаций, которые заметут веником все, что сейчас делается. То есть, поскольку интенсивность отбора мозга резко возросла, то есть компьютерные системы и системы глобальной связи, интеграции, они ввели новую систему искусственного отбора. Очень легко проверить свойства. Понимаете, вы пользуетесь популярностью? Это самое страшное, что было сделано. Этого не понимают, никто сделал, никто это насаждает. Если у вас есть система оценки социальной неких действий отдельного человека, вы усиливаете искусственный отбор в сотни раз. Я понимаю, о чем вы говорите. Это хорошо видно по социальным сетям, когда есть возможность ставить лайки и, наоборот, дизлайки. И присылать смайлы с улыбкой, поддерживающие, наоборот, улыбкой насмехающиеся. Действительно, действия людей оцениваются прямо вот фактически в прямом режиме. Это же система отбора, по сути-то, дело. Это та самая система, которая будет работать. И как только вот эти ребята, которым сейчас 10-12 лет, они доживут до необходимого уровня, это будет, я думаю, очень большая, серьезная критическая ситуация, с которой, исходя из архаичных представлений развития общества, у которых сейчас другого нет. Ну, я вам приведу простой пример. Вот сейчас у нас сменилось правительство, да, у нас новые люди, мы все наивно надеемся, что что-то изменится к лучшему. Да, вы думаете? Кто-то надеется? Нет, ну, ей же наивные люди, в конце концов, где-то там. Но мы же видим с вами, что работают другие принципы, совершенно не отбора по разумным критериям. То есть здравомыслия не пользуются популярностью. Ну, классический пример. Вот за последние пять лет у нас малый и средний бизнес практически загнулся базовый. Да ему толком и не дали подняться. Да. Просто люди, которые этим занимались, они не по налогам. Они не понимают, что если увеличить налог, количество малого и среднего бизнеса на 30% или на 40%, то у тебя увеличится налогсобираемость на 20-25%. Я лично исхожу из другого, из того, что люди-то понимают. И, может быть, именно поэтому так действует. Это разрушение страны, это вообще раньше называлось антигосударственной деятельностью. Но это так, к слову. Потому что, к сожалению, такое же непонимание в области всяких сложных интеллектуальных дел, не обязательно компьютерных. То есть недооценка научных подходов, которые, собственно говоря, создают новую систему искусственного отбора. Поймите, когда у людей не хватает денег на жизнь, они начинают отбираться. То есть они начинают скрипеть мозгами. Пока человек сыт и счастлив, ну, как анкличане, когда он заплатит с бюджет, чтобы они сидели и не вякали. Ну, вот там 60% населения на дотациях. Для этого надо весь остальной мир грабить, понятно. Я считаю, если бы у нас так было, все бы хрюкали и размножались, все было бы нормально. Но этого не будет, потому что реальных ресурсов не хватает. Люди включают эту самую штуку, которую включает цель любого правительства во всем мире, если они хотят сохраниться, не дать включить мозги. Ни в коем случае надо кормить, развлекать, хлебы и зрелища. Ни в коем случае. Как только люди, не дай бог, с голодухи, не дай бог, из-за недостатка того сего пятого десятого, начинают думать, начинается катастрофа для руководства страны. Почему? Потому что когда мозг вынужден работать, он может совершать чудеса. Просто человек за свою жизнь думает в среднем около 1% времени. Даже тот, кто профессионально занимается наукой, искусством. Остальные еще меньше. Но если человек будет все начнут думать до 1,5%, то стране конец. А я бы хотел добавить, мне кажется, что недовольство возникает не только, когда объективно что-то стало плохо, но когда человек считает, что он заслуживает большего, а ему нет хода. А это да, потому что здесь компьютеры на ладоннике, как раз говорят, вот видите, образцы какие, ты тоже этого заслуживаешь. Но лавочники хотят под это деньги выдернуть оставшиеся у граждан. А граждане вместо этого смотрят и говорят, ну надо же, знаешь, тоже этого достоин. Дай-ка я пойду у лавочников отдать диму. Здесь люди, которые вот это все устраивают, они просто не понимают, как работает человеческий мозг, по каким принципам. И отсюда такие катастрофы. То есть очень часто во многих странах само правительство провоцирует людей до того, что оно начинает думать, а что самое страшное, что может произойти. Вот что самое страшное для любой страны вы на этой планете. Когда люди публично сохраняются, там, Трамп, Трамп, ну хорошо, ну не Трамп, Макрель, Макрель, там, мерки-то. Значит, хорошо. Но делают так, чтобы ни это, ни это, ни в коем случае не попользовались. То есть вот самое страшное – это отношение населения в мелочах к тому, кто ими руководит. В мелочах. Это перебить нельзя ничем. Никакими войсками, никакими надзорами, никакими компьютерными системами слежения. Человек в мелочах потихонечку закручивает гайки против того, кто ему не нравится. Вот это самое страшное. И это приводит к катастрофам. Расскажите контуры нового мира. Ну, некая футурология такая будет. Если придут к власти люди, о которых вы сейчас говорили, вы сказали, что не знаете, как это будет, но, по крайней мере, предположить можно. В каком мире мы окажемся через 30 лет? Ну, в мире, в котором это все зависит от того, собственно говоря, кто придет и как придет. Это, конечно, сильно разнится, но смысл такой, что если люди придут, которые привыкли думать, и привыкли думать за деньги, ну, например. То есть какая цель? Чтобы пришли люди, которые или их дети, или дети их детей, те, которые на протяжении трех поколений думают за деньги. Инженеры, которые создавали научно-техническую революцию, пришли к власти, устроили вот то, что мы сегодня имеем в Европе, в Америке, у нас. Значит, там устаканивалось полста лет. После того, как они пришли. Но сейчас будет все намного быстрее. То есть вот теперь думают за деньги вот эти вот компьютерные мальчики, значит, биоинженеры и прочая-прочая публика, которая имеет максимальный уровень доходов. Они откуда думают? Их или они сами, или их потомки будут решать эти проблемы. Но они будут исходить из разумных вещей. То есть что является разумным и разумным? Они будут требовать от окружающих того же, что умеют сами. Как всегда это было. Пришли во времена смены советской власти, пришли эти инженеры. Что они потребовали-то? То, с чего мы начали наш с вами сегодняшний разговор. Всеобщего образования. Они говорят, так, ну мы-то стали такими. Мы-то взяли всю власть по сути дела, там, в глубине. Потому что мы образованные и грамотные. Значит, что надо сделать со всем остальным населением? Иди сюда, учи буквы. Знаете, Сергей Вячеславович, вот как человек, изучающий этот период, я выскажу некоторые вещи, которые скорее будут критикой. Но вот смотрите. Мне известно, да это любой может проверить, что как раз большинство, абсолютное большинство тех людей, которых называют февралистами, пришли к власти непосредственно, они как раз на самом деле проходимцы. Они никакие не инженеры, никакие не сильные специалисты, за редким исключением. Например, человек, который был адвокатом, он, например, адвокат в своей сфере юриспруденции, но не профессионал в области военного искусства, а назначил себя, например, командующим, министром обороны. Значит, человек, никогда не занимавшийся земледелием, стал министром, ну как это называлось, министром земледелия, ну министром сельского хозяйства, если современные формулировки. А некоторые люди, это же вообще кошмар. То есть эти-то профессионалы, ну хотя бы в своих сферах, они просто буквально полуграмотные, малограмотные, в буквальном смысле. Когда, например, я говорю о неких думских деятелях, которые были оппозиционерами и так далее, так там у нас четверть Государственной Думы не имело законченного среднего образования. Имеется вот Думы начало XX века, такое было избирательное право. А сейчас по-другому? Нет, ну оно не имело вообще образования, даже вот в формальном смысле слова. Там было и вообще, некоторые люди, ну просто там три первые класса закончили. Ну так у нас, конечно, такое образование у трех четверти политика. Вы просто... Нет, нет, ну все-таки нет. Ну все-таки можно, конечно, скептически относиться к тому или иному, но это несравненно выше. Я несколько о другом, о том, что где же те профессионалы, о которых вы говорите, которые тогда якобы пришли к власти? Нет, они не пришли. Они не пришли к власти физической. Власть это не те, кто сидят и подписывают расстрельные указы. Вы имеете в виду других людей, которые властители умов. Да, властители умов. Дело в том, что у нас не обязательно, чтобы большой начальник был умным. Но это не нужно зачастую. Он должен просто, как, например, голодная собака, чувствовать ситуацию во дворе, понимаете? Но если двором является вся наша планета. Этого уже достаточно. Если у него ума хватает позвать специалистов, они решат проблему, но идеологию он может просто унюхать носом. Это другое дело. Просто речь-то идет о том, что без поддержки... Ну, простой пример. Ну, сколько офицеров перешло на сторону Красной армии, пошло служить, которые решили, собственно, исход гражданской войны. Ну, данные есть. У нас профессор Волков выступал, и он показывал, что есть такое широкое заблуждение, будто бы большая часть была у красных. На самом деле он знает поголовно, у него база данных, но на самом деле меньшая часть. Большая часть была у белых. Ну, меньшая часть, но перешли люди деятельные, которые умели воевать, потому что не все же, вы простите меня, белые офицеры умели воевать. По Первой мировой войне было видно, там раз-два и обчелся насчет успехов. Ну, вы читали мои книги, знаете, что я так не думаю. Я знаю, что вы так не думаете, но у нас по Первой мировой войне просто позорище. Да, бросьте. Ну, это была бы отдельная тема, здесь бы мы с вами подискутировали. Ну, нет, ну, в любой армии мира, в любую возьмите, все равно есть талантливая, есть неталантливая. Ну, это факт. Да, и особенно те, кому реализоваться не давали, те особенно с большим радостью перешли к красным. И ими планировались очень многие операции, там, и не только в времен гражданской войны, но и потом Второй мировой, там есть отдельная тоже история, и хорошо известная специалистам, что там кто и как блестящие эти операции придумывал. Это отдельный разговор, хотя он очень многим не понравится. Так вот, еще раз говорю, вот эти люди, которые делали конкретные дела, то есть, как в свое время Киплинг сказал, что Англия великая, не болтунами, которые там в Лондоне выступают, а теми молчаливыми людьми, которые профессионально делают свое небольшое дело. Вот, собственно говоря, об этом речь и идет. Когда доходит до дела, как там вездение военных действий в сложных условиях, стратегическое планирование, планирование там в любая военная операция, это в первую очередь подвоз, обеспечение, то есть это логистика. Это, ну, как китайцы пришли сюда в виде монголов, к которым они устроили логистику вплоть до Европы в обмен на то, чтобы те не шли в Китай. Но это все историки знают лучше меня. То есть, иначе говоря, для этого нужны для решения конкретных задач нужны конкретные профессионалы. Вот не от болтунов, которые руководят, а от этих конкретных профессионалов все и зависит. И вот когда они решают, что да, это достойно того, чтобы этому помогать, вот с этого момента и, собственно говоря, и происходит смена. Так бы все откатилось бы после 1917 года, очень быстро бы назад, если бы не было вот этих людей, имен которых мы даже и не знаем толком. Ну, там вспомните, я вот там смотрел мозг Малиновского, знаменитого. Кстати, расскажите. Ну вот он как бы революционер, он там написал пару книг. Кстати, я книгу одну написал, который за 50 лет до Винера описал кибернетику, по сути дела. То есть он был такой интересный человек и писатель, экономист очень хороший. Владимир Ильич его бесчадно драл, не ссылаясь. Это было тоже тогда модным занятием. В смысле идеи экономических социализма. Но потом, когда он понял, что дело плохо кончится, чрезвычайная комиссия уже работала, он отошел от этой деятельности. Больше с Лениным не спорил, по понятным причинам. А мозг-то его? Так вот, он занялся медициной очень серьезно, и он, собственно говоря, создал в нашей стране инстук переливания крови на минуточку. То есть он был очень грамотный, широко образованный человек. Это не с Богдановым, или, в случае? Это Богданов, Богданов. Вы же сказали, Малиновский. Его настоящая фамилия Малиновский. А, вы этого Малиновского имеете в виду? Тогда я могу поддержать, кое-что добавить. Если об этом речь. Там же просто несколько же Малиновских было. Нет-нет, тот, который... Вы провокатор Малиновский? Да, это отдельно. Думаю, неужели про него? Нет-нет, провокатор Малиновский, от него у мозгов не осталось. Неужели про него? Нет-нет-нет, с провокаторами провокаторов не изучили. О, вы знаете, я тогда добавлю вот этого, кстати... Тот самый, который Богданов? Он входил в финансовую тройку. Это знаменитая финансовая тройка, знаете, да? Дело в том, что партийная касса неподотчетная, когда большевики и меньшевики были в одной партии, неподотчетная никому. а должна была быть подосчётной, но Ленин её организовал, было три человека, которые только ей управляли, и называлась это финансовая тройка. Инженер Красин, инженер, которого вы говорите, Ленин сам, и Богданов третий. Они держали нити финансирования большевиков, и сколько ни пыталось общее руководство РСДРП сделать ревизию, они натыкались на скандалы с Ильичом, который не давал его это сделать. И правильно делал, потому что, ну... Если ты хочешь что-то осуществить, ты должен контролировать. Особенно делал серьёзное такое. Вот это тот самый Богданов... Тогда всё ясно, да, знакомый идёт речь. Да-да-да. Инженер Мэйни, вот эта книжка ещё... У него там заверальных идей, правда, было. Ну, он был прекрасный фантазёр, но самое главное, он практически ещё был человек. За что он не брался, он брался практически. Вот его последнее, значит, серьёзное дело – это создание института переливания крови, первого в мире. А поскольку он был человек последовательный, он проводил эксперименты и на себе. Да, и погиб. И поскольку проблем гистосовместимости было ещё неизвестно, там всё это ещё не было открыто, и он умер, и вот его мозг попал, и я смотрел его, Богдановский мозг. Но он действительно очень одарённый человек, но там у него в височной области, например, был полный набор полей и подполей, что является редким. Редкая ситуация, например, у того же Маяковского, там кое-какие подполя отсутствовали, у него были все. Но и дополнительные. Да, но у Маяковского в другой, в лобной области, где побольше эмоций, побольше индивидуальности, там дополнительное было. Но зато вот в Нижнеминой у него там одного-двух подполей не было. А у этого было всё. То есть у него мозг, скажем так, очень гармонично построен, там всё присутствовало. То есть у него не было, скажем, таких вот очевидных провалов, хотя, может быть, и не было таких огромных преимуществ по определённым структурам, характерных для гениев. То есть он, может быть, не гениален, но очень одалённый человек. Он гениален в гармоничности. Ну да, есть такие варианты. Тот же Паганини, вот его мозг никто не исследовал, но я думаю, что быстрее всего он всё-таки писал, исполнял и был таким неординарным во всех отношениях. То есть музыкальным отношением был. Леонардо да Винчи. Ну, Леонардо да Винчи там, да. Разносторонний. Ну, вполне, да. Да, вполне. Леонардо да Винчи, наверное. Это было бы интересно посмотреть. Черепа, кстати, не сохранилось? Нет. Не слышали? Черепа я не слышал ничего о захоронениях. Но череп ничего не даст. Хотя бы объём мозга, вы помните, рассказывали. Ну, объём мозга, да, влияет. Но и так известно, что там три четверти всех гениев имеют мозг выше среднего. Но это мало чего даёт. Нужен сам мозг. Ну, это понятно. Это было бы идеально посмотреть, изучить. Но это у нас дошёл мозг Эйнштейна. Но его же спортили западные исследователи. Ничего нельзя, да? Ну, они кусочки навырезали. А, я всё понял. Бездельники. Понимаешь, они бездельники, тунеядцы, ячковтиратели. Получили приличные деньги. Давайте мы доказываем, что гении у нас вот взяли такие кусочки, навырезали, изгадили весь мозг, распотрошили его. И вместо того, чтобы сделать тотальную серию, как уже до них за 70 лет... Свост костями, да? Ну, конечно, надо было кристаллеровские срезы сплошные через весь мозг сделать. Тогда это было реально. Они, значит, там посмотрели по такому кусочку. Ну, это вот типа бесконечных проектов по исследованию мозга человека, который кончается исследованием мозга мыши. Микрокосм подобен макрокосмому. Да-да-да, это чтобы отчитаться о потраченных деньгах, очень хороший термин. Деньги взять макро, а сделать микро. Отличный способ. Ну что же, мы на этой весёлой, на самом-то деле, ноте заканчиваем, но в каждой шутке, как оказалось, есть только доля шутки. О чести доля Горького. Да. В эфире выступал профессор Савельев, автор теории смены общественной формации. Общественных формаций, тут их несколько же. Спасибо за внимание. Я ведущий Денис Коптарь. Спасибо.